Здравствуйте! В этом видео я хотел бы рассказать вам о трёх бюджетных моделях тепловизоров. Это Fluke WT04, это FLIR TG165 и новейшая модель FLIR C2. Эта модель ещё не появилась в продаже, у меня в руках прототип, но в течение нескольких недель он должен уже быть в продаже. Значит, что означает бюджетное? Fluke WT04 изначально предлагался в США по цене 650 долларов, его рекомендованная цена. После выхода FLIR цена стала снижаться, сейчас я его видел за 500 и даже за 470 долларов. В России, конкретно сейчас, я нашёл его порядка 35 тысяч рублей, но это, конечно, сиюминутная цена из-за того, что колеблется курс. Возможно, в тот момент, когда вы смотрите это видео, цена уже другая. Теперь насчёт FLIR, значит, его рекомендованная цена 500 долларов. В России я его находил примерно за 40 тысяч рублей, то есть он несколько дороже, чем Fluke. Возможно, для вас это будет серьёзным аргументом в пользу покупки Fluke. Ну и, наконец, FLIR C2. C2, как я говорю, ещё не вышел, но цена рекомендованная на него уже известна, это 700 долларов. То есть он будет несколько дороже, чем TG-165. В России, естественно, цена его ещё неизвестна, но можно предположить, что это будет что-то порядка 55 тысяч рублей. Ну, может, 60. Ну, в общем, посмотрим, какие к тому моменту будут курсы валют. В этом видео я хотел бы сделать описание, скажем так, ощущений от того, что ты берёшь эти приборы в руки. В следующем видео я подробнее остановлюсь на их технических характеристиках, а затем будут и их тесты. Значит, ну, первым возьмём Fluke. Для начала хочется сказать, что он вроде по меркам тепловизоров и небольшой, но если сравнить с FLIR, ну, думаю, вам вполне очевидно, кто из них компактнее. Вес при этом примерно одинаковый. Особенно не радует широкая очень рукоятка. Я бы сказал, что она далеко от идеала в плане удобства. Ну и вообще вот не оставляет ощущения, что прибор старались как будто специально сделать подешевле на вид, на ощущение, чтобы тем самым подтолкнуть людей, купить более дорогую модель. Вот, скажем, это резина, а вот это вот такой жёсткий, неприятный пластик. Причём вот это резиновое покрытие, оно выступает над пластиком, и когда берёшь в руки, вот здесь вот пальцем оно давит. Но ещё хуже вот эта кнопочка, она такая узенькая, маленькая, с довольно большим усилием. И видите, она имеет такой вот наклон, и палец по ней соскальзывает, когда нажимаешь, и вот буквально вот здесь вот только краем подушечки ты нажимаешь, и это довольно большое усилие создаётся на палец. Неприятно, наверное, если целый день с ним работать, может даже начать болеть палец. А потом, ну, не идеальная здесь стыковка корпусных панелей, и что, наверное, очень печально, это вот SD-карточка, она никак не защищена, её легко можно будет повредить, за что-нибудь засрепив, и она держится чисто на трении, вот я её просто вытягиваю, и всё. Никакой защёлки тут нет. Ну, конечно, главное, это не внешний вид, не ощущение от того, что держишь в руках, а характеристики, о которых мы подробнее поговорим в следующем видео. Значит, флир, конечно, просто совсем другая вещь. Весь обрезиненный, всё аккуратненько подогнано, в руке лежит идеально, вот, заметил, наклон противоположный у спусковой кнопки, и она довольно широкая, то есть нажимать очень удобно, и SD-карточка вот под крышечкой её, ну, невозможно просто повредить случайно. То есть в этом плане всё сделано превосходно, ничему невозможно подкопаться. Если вы хотите кому-то сделать подарок, так, чтобы человек открыл коробку, вытащил подарок, взял в руки и сказал «Вау, круто», то, ну, однозначно надо брать ТГ-165, а не ВТ-04. Ну, и, наконец, перейдём к прототипу. Он сделан в совершенно необычном форм-факторе. Видите, это как бы смартфон. Ну, он не умеет звонить, но форм-факторе здесь смартфон. Здесь всего две кнопки – включение и кнопка «Сделать кадр». Соответственно, держать его нужно в руках вот так, как смартфон держит при съёмках, и вот здесь нажимать, делать кадры. Меня несколько удивила вот здесь вот область такая вот. Здесь нету ничего, выступ такой, казалось бы, вот взяться за это место, оно просто просится в руки, но, к сожалению, тогда мы здесь перекрываем объектив. То есть, видимо, эта здесь площадка, она не предназначена для того, чтобы за неё держали приборы. Наверное, там какой-то компонент скрывается или ещё что-то. Ну, имейте в виду, что не хватайте так, как кажется, сразу надо взять. Берите как смартфон, вот так. Ну, в принципе, можно ещё как-то вот так левой рукой держать, если вы хотите освободить себе правую руку, при этом вы ничего не перекрываете. А так здесь всё довольно тоже хорошо, приятно. Да, модель производит впечатление дорогого и современного изделия, хотя, в общем, цена не так уж сильно далеко ушла от определяющих конкурентов. В общем, если брать рекомендованную цену, вот, флюк, здесь 650, здесь 700 долларов очень близко. Ну, конечно, флюк теперь уже можно за 470 купить, но это тоже со временем будет дешеветь. Так что ещё посмотрим, кто будет дешевле. Но, однозначно, модель должна быть удачной. Ну, на этом пока всё. Спасибо за внимание. Смотрите моё следующее видео про их технические характеристики. Продолжение следует...